Всем привет! Меня зовут Маниевич Елена, и я иммиграционный адвокат. В этом видео я хочу остановиться конкретно на критериях для визы О1Б, виза для людей с экстраординарными способностями в сфере искусства, также для представителей экстраординарных способностей в сфере телекоммуникации. Я хочу больше остановиться на сферу искусства. Общее описание про визу О1 я сделала в другом видео, а сейчас я расскажу именно про критерии для О1Б и почему их реально удовлетворить, и почему некоторым людям, которые не думают о визе О1Б, она все-таки подойдет. Итак, какие есть критерии? Их есть 6, удовлетворить нам надо всего 3, но всегда мы рекомендуем подавать на большее количество критериев. Плюсов здесь есть то в визе О1, это то, что не все критерии нам надо показывать в прошлом, то есть не все критерии надо показывать, что мы уже удовлетворили. Есть такие критерии, которые мы можем сказать, что мы их удовлетворили, так как мы планируем сделать что-то в будущем. Итак, какие есть критерии? Первое, это ваше признание. Здесь самую главную роль играют рекомендательные письма. Это большой главный отрезок всего процесса для получения виз-талантов, либо это иммиграционные, либо не иммиграционные. Рекомендательные письма должны рассказать, почему человек, который дает вам рекомендательное письмо, почему он имеет авторитет, в чем его заслуга. Второе, он должен рассказать, как он с вами знаком. И третье, он должен рассказать, почему он считает, что вы есть человеком с экстрадинаменной способностями. Второй критерий, это статьи о вас в средствах массовой информации. Если про вас когда-либо печатали в средствах массовой информации профессиональных, либо в средствах массовой информации национального, государственного уровня, это прекрасно, потому что это нам подойдет для того, чтобы закрыть критерии для визы О1Б. Высокая заработная плата. Что здесь можно показать? Можно показать за весь период, какой у вас был доход, и сравнить с доходом, который имеет средний специалист в вашей сфере, и показать этим, закрыть критерии, высокая заработная плата. Следующий критерий, это главная или ведущая роль в мероприятиях. Допустим, если мы говорим, что у нас представитель искусства есть архитектор, здесь можно показать, что если он был главным архитектором в каком-то проекте, тогда этот критерий можно закрыть таким способом. Если был какой-то большой объект, и архитектор выступал главным архитектором, тогда вот это нам подойдет. Дальше, значительный коммерческий успех. Если у вас много клиентов, если у вас много успешных клиентов, если у вас было много выставок, этот критерий подойдет, чтобы закрыть коммерческий успех. Следующее, главная или критическая роль в организациях, имеющих выдающуюся репутацию. Допустим, если вы организовали свою какую-то профессиональную ассоциацию, или были один из соучредителей, если была какая-то выставка, если был какой-то форум проводился, он собрал много специалистов в вашей сфере, и вы там были главным, или одним из главных людей, которые выступали, этот критерий тоже можно закрыть. Следующий критерий – это признание на национальном или международном уровне. Если вы участвовали в каких-либо конкурсах, и получали там призовые места, конкурсы национальные, международные, тогда этот критерий тоже можно закрыть. Опять же, как я уже сказала, критерии вроде звучат страшными, но если у вас уже есть начало какой-то один или два критерия, и что-то вы планируете сделать в будущем, тогда вы можете подавать на эту визу. Что еще главное? Если у вас есть другие доказательства ваших талантов, которых нет в этих критериях, их тоже можно предоставлять для того, чтобы получить визу талантов. Это другие доказательства, не относящиеся к этим критериям. Следующее – для получения визы О нужно письмо, consultation letter. Какая-то профессиональная организация, если она есть, должна просмотреть ваши достижения и дать рекомендательное письмо, рекомендовать либо не рекомендовать вас на визу О-1. Следующая – виза О-1 дается сроком на 3 года, ее можно продлевать неограниченное количество раз. Надеюсь, я понятно рассказала, разложила, что это за критерии, поэтому не пропускайте мои видео, подпишитесь на мой канал и всегда будьте в курсе, если уходит что-то.